Вторая книга царств, глава семнадцатая И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом, — Позовите Хусия-архитянина, послушаем, что он скажет. И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря, — Вот что говорит Ахитофил, сделает ли по его словам, а если нет, то говори ты. И сказал Хусий Авессалому, — Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофил. И продолжал Хусий, — Ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом, вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, И если кто падет при первом нападении на них и услышит и скажет, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него, и когда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хусия Архитянина лучше совета Ахитофилова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофила, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам, так и так советовал Ахитофил Авессалому и старейшим Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорей перейди, чтоб не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. Иоаннафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодез, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеза покрывала и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, где Ахимаас и Анафан? И сказала им женщина, они перешли в брод реку. И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодеза, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал вас Ахитофел. И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авесалом перешел и Иордан, и сам и весь Израиль с ним. Авесалом поставил Амессая вместо Иоава над войском. Амессай был сын одного человека по имени Ефера из Изриеля, который вошел к Авегее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авесаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Монахаим, то Сови, сын Нааса из Раввы Амманицкой, и Махир, сын Аммиила из Ладовара, и Верзелий, галаадитянин из Роглима, Принесли постелей, блюд, и глиняных сосудов, и пшеницы, и очменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне.